Привет, друзья! Сегодня расскажу, как подключить ОБД-сканер к магнитоле King Beats, прошитый под T-Eyes. И есть ли вообще смысл покупать дорогой фирменный ОБД-сканер от фирмы T-Eyes? Я буду подключать сканер в автомобиле Toyota Corolla 2011 года. Итак, вставляем наш сканер в диагностический разъем, который находится под рулевой колонкой слева. В других автомобилях его месторасположение может отличаться. В прошивке от T-Eyes уже есть программа T-Eyes OBD, и нам останется только подключить сам сканер. Но я не буду здесь рассказывать о фирменном сканере от фирмы T-Eyes стоимостью выше 2000 рублей, а расскажу о дешевом ELM-327 стоимостью всего 250 рублей. Ссылки на магазины, где их можно купить, я оставлю под видео. После этого включаем магнитолу и нажимаем кнопку Bluetooth или телефон. В зависимости, какой у вас установлен лаунчер, эти кнопки могут находиться в других местах. Теперь нам нужно подключить наш сканер к системе. По умолчанию в настройках стоит пароль 400, и с этими настройками должен подключиться телефон. Что, собственно, и происходит, если в телефоне включить Bluetooth, а в магнитоле задать поиск устройств. Телефон нашелся, после чего нужно его подключить, нажав на этот значок. После этого можно скачать контакты в магнитолу. Когда магнитола была прошита под KingBits, были проблемы с контактами. После скачивания в магнитолу они исчезали из телефона. Приходилось это решать разными способами. Здесь этого нет. Единственное, что нужно сделать, это в телефоне, в настройках Bluetooth, напротив сопряженного устройства, включить обмен контактами. И все будет на месте и в телефоне, и в магнитоле. Теперь снова идем в настройки и меняем пароль на 1234. Теперь снова сдаем поиск устройств. И сразу нажимаем на этот значок. Вводим наш пароль 1234. Устройство подключилось. Запускаем двигатель. Находим в магнитоле программу TI-SOBD и запускаем. Программа запустилась, и мы видим отображение некоторой информации. Нагрузка на двигатель. Напряжение в сети, время в пути. Входная температура. Положение заслонки. Скорость и ошибки. Так как я магнитолу только недавно прошил, то по поводу программы TI-SOBD сказать больше пока ничего не могу, потому что ездил еще совсем мало. Ну, если что-то появится, я сделаю дополнительный обзор. В общем-то, на этом и все. Да, еще я думал, что через Bluetooth можно подключить только одно устройство. Но оказалось это не совсем так. Во время записи этого видео на телефон пришел звонок. Но так как он был подключен к магнитоле через Bluetooth, он отобразился на экране магнитолы, чтобы, в общем-то, сами видите. Так что и телефон, и OBD-сканер работают одновременно и очень даже хорошо. Ну вот, собственно, и весь обзор. Если понравилось видео, палец вверх. Подписываемся на канал и включаем колокольчик, если хотите получать уведомления о новых видео на моем канале. Всем спасибо, что со мной. До встречи в интернет-пространстве. Пока.